ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне до сих пор еще иногда бывает, что кошмары снятся по ночам. Хотя уже прошло 6 лет. В первое время я вообще спокойно был сподним. Ночью просыпаешься, руки трясутся. Постепенно, конечно, это отпускает, отпускает. Но мне сейчас редко снится, но снится еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда из кабины вываливался, я ждал удара. Ну, или лопастями, или что-нибудь. Ничего, купол открылся. Я еще голову поднял, он чуть выше нас был, наш борт, уже горел. Он как снова погнялись. Потом где-то еще секунды 4 он на спину перевернулся, винтами вниз. И взрыв произошел. Ну, уже подходили наши отбивать меня. Уже начали перестреливаться с этими... с духами. А они, когда поняли, что меня не возьмут, кинули гранату. Я только успел тело по склону отвернуть. Но тут произошел взрыв. Я... Ну, меня где-то воздух приподняло, раза три перевернуло, наверное. Я на спину упал по склону. Но они думали, что мне все. Может, хоть как-то... Может, голову хотели забрать. Все равно, что это доказательство какое-то, что-то. Начали вылазить. Но я автомат попытался поднять, не смог. В глазах темнеет уже от большой потери крови. Когда приходишь домой, в Союз, то уже, понимаешь, вот эта вот мирная жизнь, ты к ней уже как-то не приспособлен. Понимаешь? Ну, не в том, что не приспособлен, а вот... Как бы тебе объяснить? Ну, отвыкаешь настолько от мирной жизни, что тебе кажется все не так, понимаешь? Как-то чуждо. Пройдет какое-то время, и скажут людям правду об Афганистане. Ну, как может быть правда, быть страшной? Правда есть правда. Ее говорить надо? Надо. Если не будем говорить об Афганистане правду, то люди у нас так и не поймут, что же там в конце концов происходило. Кто прав, кто виноват, я не знаю. Кто защитник, мы или они. С одной стороны мы, понимаешь, а с другой стороны можно и того душмана понять. Он ведь тоже, он считает нас агрессором, потому что мы вторглись на его территорию, на его землю, с оружием в руках. Тут противоречивое понятие, кто защитник. Я выполнял просто долг, я солдат. Я дал присягу и выполнял то, что мне приказали. А парадокс, я сам до сих пор не могу разобраться, что мы там делали, нужно ли было нам там быть. Продолжается вывод наших войск из Афганистана. Газеты активно освещают это важное событие в нашей жизни. Но вот литературная газета повернула эту тему несколько другой плоскости. Так, Сережа? Да. Впервые в наших советских средствах массовой информации в статье Иона Ионовича Андронова, нашего собственного корреспондента в Соединенных Штатах, было сказано, что вдруг мы для себя открыли, оказывается, в Афганистане наши ребята попадают в плен. Их переводят на территорию Пакистана, и они там содержатся в ужаснейших условиях, без воды, без еды. Их пытают, истязают. Я не могу говорить на эту тему, честно говоря, спокойно. Их пичкают наркотиками, заставляют, пытаются сломить их волю, чтобы заставить их работать против своей Родины, сделать их антисоветчиками. У нас есть несколько писем от матерей, которые просят помочь сыновья пропали без вести. Естественно, эта статья не могла не вызвать откликов. Отклики идут просто сплошным потоком. И каждое письмо – это боль, это всплеск эмоций, причем эмоции недоумения, непонимания. Почему? Почему в наше время это происходит, что 300 наших парней, наших братьев, наших детей находятся в этих ужасных условиях, и, как людям кажется, ничего не предпринимается. И все просят в звонках, в письмах, пожалуйста, умоляют литературную газету не прекращать своих действий по спасению этих ребят. Я могу сказать, что эти действия не будут прекращены. Люди предлагают все, что хотите. Люди предлагают деньги. Некоторые даже предлагают себя. Я уже стар, давайте обменяем меня на этого молодого парня, который содержится в этих условиях. И вот в связи с этим я хотел бы сказать, может быть, телевидению совместно с литературной газетой провести какую-то совместную акцию, чтобы привлечь еще больше внимания к этому вопросу. Ну что ж, это требует серьезных-серьезных раздумий и действий. И действий. Главное действий, потому что ежесекундно эти люди страдают. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в общем, и все. Муж прям там разволновался, и кулаком стукнул по столу. Он говорит, сейчас в психическую больницу отправлю. Муж говорит, во время войны вот так наши отцы гибли, а ты не больше сидел и говорит, во время войны нигде не воевал. А сейчас сына не добьюсь нигде. Сын очень трудолюбивый у меня, очень уважительный. Помогите, ради Бога. Как трудно эти годы, уже седьмой год безизвестности. Я ни ночи не могу забыть о нем. Помогите. Это очень трудно, неизвестно. Ну, я вот тоже служил в Великобритании, да. У нас, значит, на Паншире погибла половина рода. Ну, где-то около 20 человек, короче. Ну, там и пленные тоже забрали, наш. И мы пленных брали, и наших брали ребят. Ну, вот с гранатомена взвода старший лейтенант тоже пропал без вести. Тоже его нет. Мы вот приехали с Мордовии. Даже вот с какой, как говорится, у меня вот, ну, нет там брата или кого-то. Но все равно я очень жалко этих ребят. Ну, все, он на пути видал. И ребят тоже, и коллег всех, короче. Сам на руках носил мертвых тоже, безногих. Вспоминать тяжело даже. Скажите, при каких обстоятельствах происходит вот такая ситуация, когда человек попадает в тело, как вы думаете? Блин, ну, ситуации могут быть всякие. Может быть, быть ранен, контужен. Ну, случаи всякие бывают. Ну, я считаю, что, в принципе, они-то не виноваты. Мы все там служили, мы знаем. Нужны деньги, понимаешь? У тебя Сергей, по-моему, зовут? Ломакин, да? Вот нам, им нужны деньги. За деньги они мать родную продадут, понимаешь? А уж наших-то парней, извини, мы пленных меняли, когда там были. Мы меняли как? Одного нашего бойца забирали, а даем три духа, которые у нас были. Вот, мы так только делали. Например, знаешь, я последнюю копейку отдам, понимаешь, за ребят. Ручку. Спокойно, спокойно. Сейчас, сейчас, сейчас. Победа, стойте без меня. Товарищи, только что о посолах Пакистана беседовал с тремя матерьми, солдат, пропавших без вести, или, может быть, находящихся в плену. И одним из ваших товарищей, афганцев. Матери просили его, они ничего не требовали. Матери просили его о сострадании и о помощи. Они плакали. Посол оказался, в общем, хорошим человеком. Он сказал, что немногое в его власти, но то, что в его власти, он сделает все необходимое. Он немедленно обратится к правительству Пакистана, тем, чтобы передать то, что ему рассказали матери, их просьбы и мольбы. Я еще раз вам советую не полагаться больше ни на иностранцев, ни на американцев, ни на французов, ни на наших собственных бюрократов. Создайте свой народный комитет. Подождите, по освобождению военнопленных. Я обращаюсь ко всему советскому народу, потому что пострадавшие в этой войне разбросаны по всей нашей стране. Кто из официальных правительственных органов может подключиться? Правительственные органы уже включились, вы же это знаете. Ну, не правительственные, но представители ВССП, скажем, которые возглавили советский комитет за освобождение. Вы их здесь видите, нет? К сожалению, нет. Ну вот, по-моему, это хороший ответ. Я не верю, что он погиб. И жду каждый день. Не верю я, что погиб у меня сын. Написал мне сын, жди, мама. Вот и жду. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В том, что мы третий год в плену. В том, что мы здесь бедуем зря, Вдалеке от ржаных полей. Мы нужны еще матерям, Что на родине ждут детей. Мчатся годы, и дед мой стар, Не забыл он и не простил. Он не знает, где пешавар, А я знаю, где сало спился. Здесь пустыня, а там был лес, И между нами полсотни лет. Только где же ты, красный крест? Как и не было, так и нет. Здесь пустыня, а там был лес, И между нами полсотни лет. Только где же ты, красный крест? Как и не было, так и нет. Не спешите оплакать тех, Кто не найден в ущельях гор. Средь глухих, глинобитных стен, Где глаза рябит от врагов. Не спешите нас хоронить, Мы вернемся в свою страну. Но кого же нам теперь винить? Но кого нам теперь винить? В том, что мы третий год в плену.